Помните песню Сергея Шнурова «В Питере пить»? Значительная часть улиц Петербурга в старину именовалась по кабакам. Но эта особенность характерна не только для столицы Российской империи, а для любого крупного европейского города. Тем более, что кабаки, как правило, носили оригинальные названия, и из них получались отличные топонимы. Вот в современном Лондоне шесть станций метро носят названия пабов. «Ангел», «Слон и ладья», «Швейцарский коттедж», «Помещичий дом», «Долина Майды» и, наконец, «Королевский дуб». Это все названия станции метро. Кабак, петельное заведение, трактир, как его ни назови, яркий элемент ландшафта, особенно необходимый в северных широтах. Эффектные названия легко становятся ориентирами и народными топонимами. Популярный, в том числе у криминала, «Зеленый бар» в городе Кольчугину, Владимирской области. Давно переоборудован в продуктовый магазин, но квартал, весь квартал местные жители по привычке называют «У Зеленого». Одна из старых улиц немецкой слободы в Москве – Ладожская. Получилось свое название от кабака «Ладога». В километре от нее площадь «Разгуляй», тоже названная по кабаку. Оба заведения прекратили свое существование лет 200 назад, если не больше, но названия их явно пришлись москвичам по душе. Интересно, что «Разгуляй», как вспоминал географ Юрий Ефремов, пытались переименовать в площадь Бауманского райкома КПСС. Вот такое название. В здании которого ныне располагается администрация Басманного района. И несколько лет на автобусных и троллейбусных остановках красовалось именно это длинное и скучное официальное название. Но ничего не вышло. Ими не прижилось. «Разгуляй» победил. Заметим, что именно в этой части города, на Басманных, сохранилось два столь ценных топонима. Впрочем, уже лет 20 главным героем местного топогенеза является Макдоналдс, что стоит на пересечении Ладожской и улицы Фридриха Энгельса. Универсальный дизайн, доступность и всемирная известность сети быстрого обслуживания делают Макдак ориентиром в любой части света. Теперь уже говорят не на Ладожской, а за Макдоналдсом или перед Макдаком. И так далее. Потому что и в Париже, и в Москве, и в Васюках все знают, где Макдоналдс. Как раньше местные знали, где ближайший кабак или храм. От московских перейдем к колоритным петербургским топонимам. Местные влюбленные хорошо знают поцелуев мост. Здесь следует обязательно поцеловаться на долгую совместную жизнь. Мост через Мойку в лесной Голландии официально назывался Цветным с 1738 года. Но с конца XVIII века он на картах указывается поцелуевым. Или поцелуй мост. Название он получил по пятейному дому поцелуй. Купца третьей гильдии Никифора Васильевича Поцелуева. Поблизости расположены Крюковы казармы и тюремный Литовский замок. Так что в старину на мостике, возможно, кто-то и в самом деле целовался на прощание. Еще одно интересное имя – Растанная улица. И тоже по кабаку. Растанье. Драматичное расставательное имя появилось из-за близости Волковского кладбища. В Растанье, стало быть, проходили поминки. Улица Барочная не имеет никакого отношения к стилю барокко. Вероятнее всего, она получила название от кабака «барка», многое связанное в Петербурге с красным кабачком, который еще с петровских времен красовался на везде в город со стороны Петергофа. Кабачок вошел в историю в 1762 году. Ночь с 28 на 29 июня здесь провела Екатерина II вместе со своими заговорщиками-гвардейцами. А на утро Петр III отрекся от престола. Знал Кабачок и Лермонтов. Вдоль по дороге в Петергоф мелькают в ряд из-за ограды разнообразные фасады и кровли мирные домов. В тени таинственных садов там есть трактир, и он от века зовется красным кабачком. В те времена на вафле и потанцевать сюда приезжал Антон Дельвик с известной нам из школьной программы красавицей Анны Керн. Да и сам Александр Сергеевич Пушкин со своим закадычным другом Павлом Нащекиным однажды нагрянул сюда и подрался с местными завсегдатаями. Вероятно, по имени Кабака получила название река Красненькая, в первом упоминании Красная. От него или от нее Красненькое кладбище, у входа на которое и был расположен кабак. Но тут никакой расстанности. Дорога к Кабаку и кладбищу гордо именовалась Красно-Кабацким шоссе. Потом революция, разруха, индустриализация. В 1941 году кладбище оказалось вблизи линии фронта. В память об этом у ворот сохранили ДОТ. Незадолго до начала войны название Красно-Кабацкое стало восприниматься как оскорбительное для режима сочетание. Ведь красный – священный цвет революции, а потому ни с какими кабаками он не сочетается. Новое безликое имя Южное шоссе, если придираться, то это, в общем-то, Юго-Запад, а не Юг, просуществовало до 1965 года, когда цвет кабака вновь проступил на карте города, но уже на украинском языке. Уникальная в этом плане улица Червоного казачества призвана была напомнить о первой регулярной армии Советской Украины. Но почему именно здесь? Говорят, что ветераны той армии работали на Кировском, тогда Путиловском заводе, который расположен поблизости. Речку Красненькую пересекает Красно-Путиловская улица. Это название можно понимать либо как большевизированное имя Путиловского завода, либо как очередную аллюзию к реке Красненькой. Вот такой ансамбль. Ну и хэппи-энд. Десять лет назад Красный кабачок был возрожден и в 2011 году признан лучшим рестораном Санкт-Петербурга. Возможно, он станет новым ориентиром. Правда, теперь Красный кабачок находится в другом месте, рядом с Петергофом. А в современном Петербурге названия злачных мест не менее впечатляющие. Их помнишь много лет после закрытия. Например, бар «Жопа» или «Стирка 40 градусов», в которой можно выпить, пока стирается белье. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова